Приветствую вас. Немножечко я приболел, поэтому буду покашливать. Извините меня, пожалуйста, заранее. Смотрите, значит, ситуация в следующем, что вы живете, значит, соседкой, которая вас достает. Вот, которая ведет себя не совсем адекватно, да, вот, и она стреплет вам нервы. Вот, а вы ее, получается, боитесь, вот, вы от нее убегаете, и в целом она доставляет вам очень сильный дискомфорт. Что меня смутило в вашем тексте, так это то, что вы, во-первых, растерялись, когда она к вам зашла и стала спрашивать про вещи. Это говорит о том, что достаточно на вас немножко надавить, да, и вы начнете в себе сомневаться. Это первое. Второе, вы пишете, что боитесь ее, вот, и хотелось бы понять, а, собственно, чего вы боитесь? Ведь совершенно очевидно, что эта женщина лишает вас чувства безопасности, которые вы частично компенсируете за счет своего мужа, но в целом у меня ощущение, когда вы говорите, что я со старшим ребенком и животом, вот, ощущение, что вы в этом очень уязвимы. Чего вы боитесь? Это, что за страх такой у вас? Не страх ли это чего-то такого, связанного с родами, например? Что вот она вам сказала про роды и, то есть, вот, какая-то такая мистификация получается. Вот, то есть, тут у вас история, судя по всему, про мнительность, вот, про тревожность и про какой-то небезопасности своей собственной, значит, что, в общем и целом, как бы создает вот это вот, ну, то, что вы описываете. Естественно, злиться на человека, который ведет себя подобным образом, это абсолютно нормально, естественно. Вот, естественно. Но, я думаю, что в целом еще, судя по всему, до этой ситуации вы, скорее всего, испытывали трудности с, вот, ну, в целом, да, со спокойствием. Вот, вы испытывали, скорее всего, трудности с, ну, с равновесием и так далее, потому что довольно бурную и сильную реакцию вызвал у вас человек, который ведет себя откровенно неадекватно и который вас как-то задевает. Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что вы не можете опираться на себя. Я думаю, что, вот, проблематика здесь заключается в том, что вы привыкли добирать, вот, что называется, вот этой вот безопасности, да, извне от своего мужа, из каких-то обстоятельств, из каких-то ситуаций, еще тоже. Вот, и, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, именно отсюда у вас возникает вот, вот, эта вся история. То есть, я думаю, что нужно, вот, на мой взгляд, да, вам нужно в первую очередь, вам нужно в первую очередь увидеть, значит, чего вы боитесь, вот. Вам нужно постараться увидеть, что именно вам, вот, ну, настолько страшно, да, чем она вас пугает, чего вы опасаетесь. А вот, лично у меня есть некоторые, ну, некоторые предположения, так скажем, вот, но я думаю, что все равно было бы довольно-таки правильно и этично, наверное, все-таки уточнить эти предположения у вас, да. Я лично думаю, что вы как-то слишком сильно центрируетесь вот на своем родительстве, на детях, на создание максимальной какой-то безопасной среды, да, вот. То есть, на требования гарантии и на, ну, и, соответственно, меньше у вас получается, естественно, меньше получается внимания уделять, вот, себе, вот, в этом случае. Вот, потому что, ну, а как, да, то есть, вот, как можно, вот, значит, себе, как можно себе доверять, да, если вы привыкли, вот, что называется, вот, если вы привыкли действовать, вот, ну, из расчета на, ну, на что-то варили, вот, поэтому это такое вот, получается, базовое недоверие себе у вас здесь, вот, в данном, в данном, в данном. случае, вот, и, соответственно, ну, на мой взгляд, вот это вот, в первую очередь, вот это нужно корректировать, конечно, для того, чтобы вам было легче, потому что, ну, сегодня это, это женщина, завтра, завтра это, эм, что-то еще и так далее, то есть, это вот можно, э, довольно-таки, ну, довольно-таки, в общем, э, много, довольно-таки, можно, э, доверить максимум того, что может вас, э, пугать, да, вот, а, совершенно очевидно, да, что, э, этот человек, э, значит, забронул какие-то, э, ваши, э, э, какие-то, э, собственные, э, конфликты, э, вот, которые у вас, э, были, э, вот, и, соответственно, э, теперь он, э, моих, вот, э, выезжает. Поэтому, естественно, э, вы, вам нужно, э, в этой ситуации, вам нужно, э, вот, самое лучшее, что вы можете для себя сделать, да, это, э, постараться выделить, выделить, э, то, чего же вы все-таки боитесь, вот, потому что этот страх является, собственно, вашей, вашей, так, ну, вашей, э, уязвимостью, э, и дело здесь, э, совсем, э, не в том, что, э, что вы не должны, э, чего-то бояться, вот, абсолютно, э, дело здесь, э, не в этом, ну, вот, то есть, ну, в смысле того, что, ну, э, у любого человека есть, есть, э, страхи, это, э, абсолютно, абсолютно нормально, э, вот, э, э, я думаю, что, э, просто нужно понять, э, что лежит в основе этих страхов, страхов, э, потому что очень, э, часто в их основе, э, все-таки лежат, э, какие-то потребности, которые, э, э, в себе, э, ну, вытесняют, э, вытесняют их, э, вот, и, вот, э, значит, э, если это, э, действительно так, если вы, о, о, в основе, э, вашего, э, страха, э, лежит, э, какое-то вытеснение, э, 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 вот, то вот на это, в принципе, нужно, как я думаю, надо обратить самое пристальное внимание. Значит, что касается того, что вы описываете, что она треплет нервы и так далее, мне очень хочется спросить, за счет чего у человека получается трепать нервы, вот, как бы, ну, как бы, есть ли у вас, значит, ну, идеи какие-то, да, относительно вот этого, потому что, вот, как получается у нас, что, ну, что трепет с нервами. Я думаю, что если мы внимательно вот на это посмотрим, вот, если мы внимательно к этому обратимся, вот, то я думаю, что, в принципе, мы сможем это увидеть. Я продолжаю считать, да, я продолжаю считать, я продолжаю полагать, вот, что вот история с этой женщиной не является, значит, ну, что называется самобытной, то есть, ну, вот свое самодостаточной, я думаю, что история с этой женщиной является, ну, вот, знаете, в какой-то степени, да, квинтэссенцией вашего внутреннего конфликта, который сейчас обострился, вот. Вот, ну, в частности, мне, например, показалось, что у вас, допустим, есть, вот, как-то, ну, к мужу, да, у вас есть, претензии, вот, что вот его, нет, ну, папа, то есть, вы чувствуете, может быть, себя, как-то, вот, ну, вот, 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 ну, обжелённые, обиженные и так далее. Может быть, вам в целом тяжело, потому что, ну, если вы беременны, у вас ребёнок, то вам, естественно, ну, вот, нужна помощь, да, вам нужна поддержка, вот, а, соответственно, если... Если вы ничего этого не получаете, вот, то, ну, как бы, естественно, у вас будут, ну, негативные эмоции, да, на этот счёт, и вам будет тяжело, тяжело, вот. По большому счёту, эта женщина просто ваш способ обратиться к тем, что вы чувствуете. Ну, например, сейчас у вас появилась легальная возможность, допустим, требовать от своего мужа, чтобы он больше брал дом. Вот, если до этого не было, да, вот, такой вот, если у вас не было возможности этого, ну, просить или что-то такое, да, то есть, сейчас такая возможность у вас, очевидно, есть. Вот, то есть, вам этого, ну, хочется. Хочется, и теперь вы получили легально, легально абсолютно право на то, чтобы ваш муж был больше дома, больше проводил времени дома. Вот, и я думаю, что, вот, в целом, есть такое ощущение, да, что, либо вам тяжело, либо вы не справляетесь, не справляетесь, не справляетесь, вот. Ну, как-то, как-то, как-то так, как-то так. То есть, вот, есть какая-то неуверенность, нительность у вас. Вот, пожалуй, то, что я мог бы вам ответить. Да, ещё один момент. То, что вам нужна срочная психологическая помощь, ну, говорит о том, что вы ситуацию затянули. То есть, это говорит о том, что вы, значит, ну, запустили своё состояние. Вот, и это свидетельствует о том, как, ну, как, ну, как мне кажется, ну, что вы собой пренебрегаете несколько. Вот. А если вы собой пренебрегаете, то вы пренебрегаете своими потребностями, какими-то импульсами, желаниями, то они, получая для себя легализацию, вот, например, в виде этой женщины, соответственно, вырываются и становятся честными в вашей жизни, но она принимается с вами как что-то нежелательное. Нежелательно. Если вы попытаетесь обобщить то, чего вам хочется в контексте этой женщины, но исключите из уравнения фигуру этого человека, я думаю, что вы сможете увидеть, чего вам в целом хочется, и вы сможете примерно представить, значит, ну, как вы с этим обращаетесь. Вот. Отдельно хочу отметить, что физического воздействия со стороны женщины нет. Вот. То есть это я отдельно хочу сказать, что физического воздействия со стороны нет, и это только психологическое. А значит, все упирается в исключительно вашу уверенность в себе. Если бы на месте этой женщины был мужчина, в два раза больше вас, и в три раза, в четыре, в пять сильнее, и он бы вас толкал бы и так далее, естественно, ваш страх был бы совсем иного рода и решался бы совсем иной плоскости. Но здесь история именно про вашу уверенность и про то, как легко, обратите внимание, как легко вы переключаете свое внимание со своей жизнью на этого человека. Может быть, вам ваша жизнь не очень нравится? Попробуйте вспомнить, какое у вас было настроение, когда, ну, вот до того, как это все началось. О чем вы думали? Чего хотели? Вот. Как вам в целом? Чувствовали ли вы счастье? Вот. Наслаждались ли вы жизнью или нет? Вот. Здесь уместен вопрос, как протекала ваша беременность или протекает. Вот. То есть, ну, в смысле того, да, вот, в целом, как вам. Вот. То есть, понимаете, очень-очень много есть моментов. Как мне кажется, сейчас скажу вот такую, может быть, не очень, опять же, приятную для вас вещь. А, можно попробовать поблагодарить этого человека за то, что он вскрыл кризис в вашей жизни. Жизнь. Без этого человека вы бы продолжали скрытно этот кризис на себе испытывать, который бы в дальнейшем проявился, может быть, более разрушительно. Вот. Поэтому, тут вот такая история. Естественно, я хочу сказать, что, ну, агрессия человека, да, на вас, агрессия может быть, может быть, Встречена. Встречена. Только, ну, объятная агрессия. Это нормально. Нормально агрессировать, если человек на вас агрессирует. Нормально абсолютно. Да, чтобы не агрессировать на человека, который агрессирует на вас, чтобы понять, что он, например, не отдает себе отчет о том, что он делает, несет какую-то ахинею и так далее, естественно, требуется какое-то, ну, определенное, требуется определенное эмоциональное состояние. И не факт, что это состояние у вас есть, поэтому агрессировать в ответ нормально. Но важно то, что у вас дальше запускаются фоновые процессы. А это уже не про эту женщину, а только про вас. Так вот, срочная психологическая помощь, о которой я начал говорить, к сожалению, не работает. Не бывает срочной психологической помощи. Психологическая помощь не может быть срочной, потому что она не структурна. Я понимаю ваше желание получить психологическую помощь, и вы ее, безусловно, получите. Но срочность психологической помощи, на мой взгляд, обеспечивается только в кризисных центрах за счет определенных специальных техник. Если есть кризисный центр, где, обратитесь, пожалуйста, туда, вам там помогут. Но психологическая помощь, психологическое консультирование, психотерапия, это не срочно. Это размеренность, вдумчивость, чуткость, неочевидность. Понимаете? Поэтому тут тоже очень такой важный момент, вот насколько вы, как бы, ну, ставите задачу, да? Симптомы убрать, ваши внешние симптомы, может убрать, как я и сказал, кризисный центр, техника, которую вы можете посмотреть в интернете, медитация, медитация и так далее. Все это убирается, но причину, проблему, решает психотерапия далеко не в срочном порядке, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу.